Музыка Музыка Меня зовут Анастасия Голына, я архитектор. Я закончила Московский архитектурный институт и специализировалась как архитектор-реставратор. В какой-то момент я начала заниматься архитектурными занятиями для детей. То есть стала заниматься архитектурным образованием для тех, кто не хочет становиться архитектором и учиться 6 лет в институте, а для тех, кто интересуется архитектурой, хочет знать больше. И постепенно детские занятия переросли и в экскурсии, и в лекции. И вот в этом году у меня вышла книжка про архитектуру, что такое хорошо, что такое плохо, про то, как вообще смотреть на архитектуру, как ее видеть, как ее анализировать. Это был длинный путь, потому что я работала архитектором-реставратором. И в какой-то момент мне захотелось поделиться своей профессией. Мне показалось, что очень мало говорят про реставрацию, про людей, которые сохраняют памятники, возвращают им какой-то исторический вид. И для того, чтобы рассказать про это, я сделала лекции. Я еще читала лекции про архитектуру, про реставрацию. И меня достаточно долго уговаривали сделать экскурсию. Я очень сопротивлялась, потому что я совершенно не понимала, как это сделать. Потому что здания в городе почему-то совершенно не хотят становиться в хронологическом порядке, как мне хочется построить свой рассказ. И для меня это казалось совершенно непреодолимым препятствием. Меня долго-долго-долго-долго уговаривали. В конце концов, я сделала свою первую экскурсию по Китай-городу, посвященную именно реставрации. Она так и называлась, «Москва глазами реставратора». И получился такой очень неожиданный, очень нетипичный взгляд на достаточно туристический район. А постепенно мне понравилось, я увлеклась, пришла в школу гида, сделала еще несколько маршрутов, даже не только реставрационных. И, в общем, как-то так вот экскурсии вошли в мою жизнь достаточно плотно. Работа гида мне дает глубину познания. Вот это вот очень интересно, что когда водишь одну и ту же экскурсию, и кажется, что уже знаешь все здания, знаешь все маршруты, все равно с каждой экскурсией от вопросов зрителя, от того, что ты сам начинаешь что-то замечать, все время видишь что-то новое. И вот это вот знание у городе, о здании, оно становится все глубже и глубже. Этот процесс могу сравнить с рисованием. Ну, так как я архитектор, я рисую, рисую архитектуру. Вот когда рисуешь архитектуру, начинаешь замечать детали, которые просто так не замечаешь, если просто смотришь или фотографируешь. Ну, то есть ты как бы познаешь через руку. И вот это познание через экскурсию для меня очень важно и очень интересно. То есть действительно нахождение нового в известных вещах – это очень увлекательный процесс. Особенностью моей мастерской в первую очередь будет архитектура. Так как я специализировалась как архитектор-реставратор, конечно, мы немножечко поговорим и про реставрацию, как ее замечать, как ее отличать от новых зданий, как отличать новые части от старых. Но основным моим научным интересом является архитектура вообще. Я люблю архитектуру любых стилей, любых времен, любых городов. Хорошую архитектуру, плохую архитектуру, потому что и там, и там, и там, и там везде можно найти интересные детали. И в первую очередь мы будем изучать архитектуру, заниматься архитектурным анализом, и считывать ту информацию, которая заложена в архитектуре. Я считаю, что архитектура – это наиболее честное историческое свидетельство. И информацию, которую она несет, это самая правдивая информация о конструкциях, об истории, как люди жили и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот мы с вами будем смотреть и идти в глубину. Кажется, что самое главное – это не бояться. Когда мы идем учиться, особенно во взрослом возрасте, нам кажется, что мы должны выкладываться на 100%, обязательно быть отличниками, у нас все это сидит. Но мне кажется, что самое важное – не бояться, пробовать. И если мы дадим себе разрешение не быть идеальными, оказывается, что у нас очень много внутри места для нового, для впускания в свою жизнь каких-то очень нестандартных вещей. Помимо образования, это, конечно, люди. Конечно, это контакты с людьми, которые интересны, которые интересуются тем же, что и ты. Кто-то из них становится друзьями, кто-то становится людьми, на которые хочется ориентироваться, кто-то просто в твою жизнь приносит какую-то очень интересную информацию, становится таким катализатором новых идей или новых мыслей. И это очень-очень здорово. Субтитры создавал DimaTorzok